Подзаголовок 4. Энергетическая независимость После того, как я помог раскрыть технологическую одаренность Израиля путем либерализации экономики, большая часть моей другой работы заключалась в том, чтобы помогать продавать ее миру. Но были две области, которые требовали прямого вмешательства с моей стороны. Первым был природный газ. Израиль всегда был импортером энергоносителей, сильно зависящим от поставок из-за рубежа. Если бы мы могли стать экспортером энергоносителей, мы помогли бы израильской экономике, снизили бы затраты на энергоносители как для граждан, так и для промышленности, очистили бы воздух и укрепили наши дипломатические связи. В течение десятилетий государственная кампания занималась поиском газа на шельфе. Она ничего не нашла. Вскоре после того, как мы позволили частным компаниям присоединиться к поискам, они обнаружили значительные запасы газа у нашего побережья Средиземного моря. Теперь развернулась битва на двух фронтах. Мне нужно было увеличить долю правительства в доходах от продажи газа и преодолеть экологические возражения против добычи газа из моря. Для решения первого вопроса я уполномочил министра энергетики Ювалья Штайница создать специальную общественную комиссию во главе с уважаемым экономистом. Хотя в ней предлагалось изменить условия первоначального правительственного контракта с частной газовой фирмой, чего я обычно не хотел бы делать, я, тем не менее, принял рекомендации комиссии. Газ принадлежал народу, и доходы от продажи газа частными компаниями по-прежнему были огромными, даже после корректировок комиссии. Теперь началась вторая битва, поистине невероятная даже в извращенном мире израильских левых. Была развернута масштабная общественная кампания по сохранению газа на морском дне. Аргумент заключался не просто в сохранении окружающей среды, поскольку эту проблему можно было решить, не храня драгоценный газ под землей, но и в том, чтобы «сохранить газ для будущих поколений». Такой подход применялся в нескольких странах, что на многие годы приостановило экономические выгоды, от разведки газа. После бесконечных баталий и многочисленных обсуждений с американской компанией «Нобель Энерджи», которая инвестировала в гигантскую газовую установку, мы со Штайнцем добились утверждения законодательства и соглашений. Израиль вскоре начнет продавать газ своим соседям в Египте и Иордании. Мы также наметили планы строительства подводного трубопровода, который в будущем будет поставлять газ из Израиля и Кипра в Европу. В 2020 году мы начали продавать газ в Европу через египетский завод по производству сжиженного природного газа. Впервые в своей истории Израиль стал энергетически независимым. Продолжение следует... Продолжение следует...